То, что человек занимается сексом, допустим, не со своей женой, его нижние центры психические, а есть семь чакр, семь психических центров, в самых нижних психических центрах более тяжелая карма содержит, в самых верхних более легкая. Мы сексом через лоб не занимаемся, занимаемся через нижние органы, и там находится тяжелая карма. Когда два человека обмениваются тяжелой кармой, то они таким образом как бы создают связь друг с другом. Это описано в ведах как веревка, то есть между двумя сердцами, в буквальном смысле слова, сила такая, как веревка, создается. И в результате у человека, допустим, плохое событие происходит, тебе тоже хуже становится, он становится твоим родственником. То есть ты сексом позанимался, это означает установил родственные отношения. Вот мы говорим родственные отношения, означает устанавливаются в ЗАГСе и в церкви. А веды объясняют, что есть семь методов установления родственных отношений. Один из методов, например, дочку отдают родители замуж, они отдают человеку, и он становится ее родственником, благодаря вот этому поступку родителей, если она согласна. И один из способов устанавливать родственные отношения – позаниматься сексом. Это тоже, согласно закону кармы, это является способом заключить брак, близкие отношения с человеком. К сожалению, у нас нет знания об этом, мы не понимаем, что это так работает, поэтому мы занимаемся сексом, думая, что это просто развлечение. А это не развлечение, это подпись документа судьбы своего определенного. Ты подписал документ, и потом ты будешь чувствовать себя хуже, когда этому человеку хуже, и чувствовать себя лучше, когда ему лучше. И когда у тебя таких документов подписано слишком много, тогда тебе тяжелее жить. Поэтому ведические писания учат, что не надо заниматься сексом со всеми подряд, с кем приятно рядом находиться. Ну то есть, как в этом фильме, ясно было сказано, что «Слушай, ты туда не ходи, сюда ходи, снег башка попадет, больно будет». Ну то есть, вот так конкретно там все объяснено, вот таким, в таком ключе. Спасибо.